Депутаты поддержали мнение сочинцев. На сессии городского собрания утвержден результат публичных слушаний. Самострои с квартирами, оформленными в Росреестре, могут избежать сноса. Для этого есть ряд условий. За 25 лет больше 80 тысяч спасенных жизней Южный поисково-спасательный отряд отметил свой юбилей. Депутаты городского собрания поддержали выраженное на публичных слушаниях мнение жителей о преобразовании муниципального образования город-курорт Сочи. Сегодня в рамках внеочередной сессии городского собрания депутаты поддержали решение о преобразовании муниципального образования город-курорт Сочи. Напомню, что 26 февраля прошли публичные слушания, они были назначены решением сочинских депутатов. С 17 по 22 февраля включительно в городском собрании работала специальная комиссия. Она принимала от жителей рекомендации и предложения. 26 февраля этого года состоялись публичные слушания в городе Сочи, где большинство жителей нашего города высказалось за преобразование муниципального образования город-курорт Сочи. И сегодня на сессии депутаты городского собрания поддержали мнение населения города Сочи. К другим новостям. Единый центр управления регионом, обеспечение школ и больниц высокоскоростным интернетом, создание IT-кластеров обсудили сегодня в Краснодаре. Совещание по реализации нацпроекта «Цифровая экономика» провел губернатор края. На поиске привлечения молодых талантов и идей в регион в области компьютерных технологий глава Кубани акцентировал особое внимание. Цифровизация по нацпроекту также предполагает установку в госструктурах отечественных программ, совершенствование систем компьютерной безопасности и сокращение бумажного документа оборота. До 2024 года на эти цели в регионе предусмотрено больше полумиллиарда рублей. Аграрные проблемы и достижения обсудили в Тимошевске. Там работают современные тепличные комплексы. Пока на грядках выращивают сорта иностранной селекции. Но готовы перейти и на отечественные. Они вкуснее, говорят фермеры. Хозяйство сегодня посетил глава Кубани. Вениамин Кондратьев планы овощеводов выходить на рынок с максимально качественной продукцией поддержал. Тем более, что на таких предприятиях и молодежь хочет работать, а не только в города уезжать. И вот как создать условия, чтобы из районов не было нужды перебираться в мегаполицы, говорили в ходе большой рабочей поездки. Через две недели это будут красивые красные спелые плоды. Средним весом 300 грамм. И зимой, и летом помидоры в этом тепличном хозяйстве, как в санатории. Комфортная температура 22 градуса, особая подкормка и забота персонала. Каждый томат под чутким присмотром агронома Ольги Николаи. Пока в теплицах только представители голландских сортов, Торренте и Альтадена. Иностранцы неприхотливые, отличаются высокой урожайностью, но в будущем здесь собираются выращивать и плоды российской селекции. Транспортабельные, с хорошей лёжкостью. Технология выращивания наших томатов, она практически совпадает с голландской. Естественно, в открытом грунте, где больше притока будет солнечной радиации, летом будут немножко другие вкусовые свойства томата, но тепличные ни в коем разе не хуже. О том, что надо выращивать наши отечественные кубанские сорта, говорит и губернатор. Глава региона сегодня посетил тепличное хозяйство и оценил качество овощей. С такой продукцией Тимошевское предприятие вполне может занять достойное место на прилавках российских магазинов. Удивительно, но пахнет помидором. Мы не только научились выращивать теплицы помидоров, мы научились выращивать именно помидорами. Вот в общем вопрос. Некая такой субстанция, которую, я помню, лет 10 назад даже 5 мы ели и не понимали, трава это, как в народе говорят, либо не трава. А это помидор, пахнет помидором. Но это высокое качество. Объективно, коллеги, это высокое качество, которое сегодня присуще, но я уверен, только кубанским овощам. А еще и гуриц тоже самое. Такой же запах. Важно сохранить традицию вкусовую, которая была всегда в нашем крае. Мы говорим и о преемственности, и на самом деле о качестве продуктов питания, в частности огурцов, помидоров, которые на кубанской земле все равно растут. Это тепличное хозяйство существует уже больше 40 лет. Но вот расширится до сегодняшних масштабах 26 гектаров. Ему помогли инвестиции. Заключенный на Сочинском форуме контракт позволил привлечь больше миллиарда рублей на создание производства по голландской технологии. Тимошевский район вообще считается благоприятным с точки зрения инвестклимата. Общие суммы привлеченных средств выше среднекраевого уровня на 12%. В район едут не только строить новые производства и заводы. Губернатор отметил развивающуюся инфраструктуру муниципалитета. Из теплиц гости отправляются на воссозданный стадион Колос. Это самое большое спортивное сооружение в районе. И его открытия ждали с нетерпением. Теперь здесь и новые беговые дорожки, трибуны и спортивные снаряды на любой вкус. Это для подготовки к сдаче норм готов к труду и обороне. Коллеги, абсолютно поддерживаю. Не только тренажеры, которые для занятия силовыми упражнениями. Поставьте так называемый воркаут, который сегодня тоже очень востребован среди молодежи. Иную активность здесь создайте, потому что есть еще место. Сделайте центром притяжения стадион по-настоящему. Сегодня здесь еще раз подчеркиваю все возможности. И вот он должен быть днем для мальчишек, которые в первую смену, кто-то во вторую, девчонок. А вечером для всех. Это должен быть центром притяжения. И он может стать любой стадион в любой станице, большой, маленькой. Главное, чтобы он там был. Местом притяжения и млад, и стар. Еще одним местом притяжения, особенно в селах, становятся парки и скверы. Станица Днепровская. Это реальный пример того, как в малом поселении реализуются национальные проекты и краевые программы. Недавно здесь отремонтировали дом культуры, мемориальный комплекс и парк. Зеленую зону привели в порядок по региональной программе формирования комфортной городской среды. И назвали в честь 75-й годовщины Победы. Так решили местные жители. Уже порядка где-то сто с лишним муниципалитетов, сельских поселений, которые участвуют в краевой программе и федеральной. Здесь условия, которые сегодня я вот еще раз скажу, стал благодарности главе сказать, создают для того, чтобы на самом деле эта жизнь здесь продолжалась. Мы должны не возвращать сегодня жителей в село. Мы должны сделать все, чтобы они не уезжали с села. А мы сперва допускаем, чтобы они уезжали, а потом делаем все, чтобы они возвращались. Лучше изначально предупредить ситуацию миграции из наших станиц, из наших сел в города, в том числе в краевой центр. Предупредить миграцию, а предупредить мы ее можем только к комфортным жизням. Там, где люди уже живут, для них это родные места. Поэтому давайте еще сильнее, активнее наращивать сегодня, в том числе и поддержку программ, связанных с комфортной средой в сельской местности. Потому что, противном случае, еще раз подчеркиваю, молодежь уж точно поедет в город. Благодаря таким проектам жители все чаще решают оставаться на малой родине, а не стремятся в большие города. Ведь в любом хуторе и поселке люди должны чувствовать себя комфортно. О других достижениях Тимошевского района уже в присутствии общественников и местных жителей докладывает глава муниципалитета. Кстати, для Андрея Палия это первый отчет в качестве руководителя района перед губернатором. В наших планах на 2020 год продолжение строительства школы на 400 мест. Нам нужно будет освоить, как сказал губернатор, 340 миллионов рублей. Строительство спортивного зала к школе номер 21 на 43 миллиона рублей. Ремонт кабинетов, кровля, отопление, пищеблоков, приобретение оборудования в школы. Это порядка 45 миллионов рублей. И общие расходы на модернизацию в целом составят в районе впервые 428 миллионов рублей. Опыт Андрея Палия в Министерстве экономики края сыграл только в плюс. Губернатору он докладывает об успехах в сельском хозяйстве, промышленном секторе, а также о новых инвестиционных соглашениях. Основные направления района, которые в будущем могут дать рост местной власти, отразили в концепции развития муниципалитета до 2030 года. Вениамин Кондратьев идею поддержал, но отметил, в первую очередь документ должен соответствовать проблематике района. Есть сегодня результаты, и они видимые. Он молодец в определенных моментах. То есть, на самом деле, очень быстро он их достиг. Но для меня важна не просто даже стратегия, которую он говорит, стратегия на бумаге, а реальная стратегия, основанная на приоритетности проблем, которые нужно решать в Тимошевске и в Тимошевском районе. Вот на этом должна быть основана стратегия, конкретно ваша стратегия. Даже она интегрирована, пусть, или креирована в стратегию края. Но у каждого района свой комплекс проблем, которые должны быть заложены в решении этой стратегии. И тогда она будет настоящая стратегия. Тогда все вы будете эту стратегию реализовать, потому что она будет от жизни, от проблем, от проблематики, которые нужно решать, которые не решались, может быть, десятилетиями, а может быть, и больше. Поэтому я надеюсь, Что стратегия, которую вы сегодня сделали, она стратегия от реальной жизни в Тимошевском районе и в городе Тимошевске. Такие встречи с активом района позволяют увидеть проблемы глазами жителей. Сегодня из зала не раз звучал вопрос о строительстве объезда Тимошевска. Это, можно сказать, основная болевая точка муниципалитета. Венемин Кондратьев заверил, осенью этого года первые работы уже начнутся. Еще один острый вопрос уже для фермеров. Реки Кубани мелеют и заиливаются. Из-за чего страдают местные хозяйства. У меня порядка 500 гектар земли. Я занимаюсь выращиванием сельхозкультур. Естественно, все это на орошении. Остро встает вопрос с водой. Водоемы мелеют, река мелеет. Но последние годы далеко не лучше были в осадках. И кроме того, она очень сильно заилина и заиливается дальше. Я уже здесь слышал, Андрей Николаевич эту тему затрагивал. Я уже понял, что такая программа есть. Хотелось бы более конкретно услышать по ней. Вчера было запрещено даже тем землепользователям, которые сегодня пользуются водой, взять, зайти и почистить. Было запрещено. Сегодня, вот с 14 июня, будет разрешено, то есть передается полномочия главе муниципального образования как раз по разрешению. Но вопрос только с проектной документацией. Вопрос только в том, что это не будет системной работой. Это будет такой определенной акцией. То есть собленные фермеры сбросились, почистили. А верх по реке не почистили. Потом опять почистили. А где-то опять не почистили. Мы так реки никогда не расчистим. Можно по принципу государственного частного партнерства здесь работать. По принципу софинансирования. Мы говорим о системе, о том, чтобы русло рек, русло не участков рек, а рек почистить. Поэтому, конечно, нет федеральной программы. Если есть разрешительная норма, готовьте краевую. А куда деваться? Это наши реки, это наши сельхозтоваропроизводители. Такие поездки по краю Вениамин Кондратьев намерен совершать регулярно. А маршрути муниципалитеты предупреждать заранее не будут. В первую очередь, глава региона уделит внимание тем районам, где давно не бывал. Губернатор лично проверит то, как местные власти выполняют его поручения и решают проблемы жителей. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Самострои с квартирами, оформленными в Росреестре, могут избежать сноса. Об этом на встрече с обманутыми покупателями. Жилья объявил начальник управления муниципального земельного контроля администрации курорта Виталий Мительков. Он пояснил, что муниципалитет откажется от исков в части сноса тех объектов, которые были приобретены и оформлены через Росреестр. По каждому конкретному объекту будет подписано мировое соглашение. В нем юристы пропишут все условия, которые необходимо выполнить, чтобы привести дом в соответствие с требованиями. Здание должно быть подключено к коммунальным сетям необходимой мощности, иметь благоустроенную придомовую территорию, детскую площадку и отвечать пожарной и другим нормам безопасности. Процедура примерно будет выглядеть так. Мы отказываемся от иска в части сноса. Когда вы берете на себя обязательство привести дом ко всем требованиям, предъявляемым к МКД, вы получаете заключение, что дом безопасен, что он соответствует требованиям, предъявляемым к МКД, что там все соблюдено, в том числе по пожарке, и выходите в суд с иском о признании права. Сложности могут возникнуть у тех объектов, где нарушены правила землепользования и застройки или нет необходимых отступов от границ участка. Эти вопросы можно будет решить на общественных слушаниях. И если сами жители примут положительное решение, то объекты можно будет сохранить. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 6 марта в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11. Днем 16-18 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 9. В Красной Поляне 6 марта тоже переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7. Днем 16-18 градусов выше нуля. О пожарной безопасности и готовности города к весенним паводкам говорили на заседании комиссии по ЧАЭС. К 1 июня все службы должны быть во всеоружии. Как отметил глава региона, в Сочи проводится большая работа по обеспечению пожарной безопасности. Созданы добровольные пожарные дружины, проводятся профилактические мероприятия с населением. И тем не менее проблемы возникают. С начала года в Сочи произошло 106 пожаров, как в жилом секторе, так и на социально значимых объектах. Погибло 4 человека. Перед чиновниками и спасателями мэр ставит задачу повысить уровень противопожарной защиты. Проведите и учения, и проверочные мероприятия. Город к курортному сезону должен быть готов идеально. Чтобы мы понимали, где конкретно, в каком микрорайоне, в каком районе, на какой улице, чего не хватает. Если мы понимаем, что нужно вкладываться, значит будем изыскивать средства для того, чтобы все вопросы реализовать и сделать. Материально-технические и иные для того, чтобы в городе противопожарные мероприятия были на первом месте. Срок даем месяц. И все те проходы или те места, куда не может заехать техника, либо люди не могут пройти, либо с гидрантом что-то происходит. Все должно быть подключено, выверено и проверено. В остров Сочи стоит и проблема паводков. В городе более 80 рек, 36 могут подтапливать населенные пункты. Глава города поручил своевременно выставить аварийные бригады в местах возможного затопления, провести работы по очистке русел, а также регулярно оповещать жителей об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций. Южно-региональный поисково-спасательный отряд МЧС России отметил свое 25-летие. 1 марта 1995 года три подразделения – Сочинский, Краснополянский и Лунополянский поисково-спасательные отряды – были объединены в Сочинскую территориальную поисково-спасательную службу МЧС России. В честь юбилея на территорию ЮРПСО прошло несколько мероприятий. Сочи посетили руководители спасательных и пожарных формирований из 10 стран. Они приняли участие в международной научно-практической конференции. Здесь отрабатываются все необходимые вопросы, связанные со взаимодействием, отработкой новых каких-то способов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Также наши иностранные коллеги будут показывать и рассказывать то, что у них есть нового в области спасательных технологий. А также мы поделимся своим опытом. Как работает поисково-спасательная служба МЧС, можно было увидеть на показательной тренировке. После личный состав южного отряда, проявивший себя в ходе спасательных операций, был награжден ведомственными медалями МЧС России. А сегодня грамоты за безупречную службу сотрудникам отряда вручил мэр Сочи Алексей Копайгородский. Особую благодарность хочется выразить вашему отряду за активную профилактическую работу в наших сочинских школах с нашими дорогими детьми. Уроки безопасности с участием сотрудников МЧС позволяют существенно снизить риски травматизма среди детей и подростков, особенно во времена летнего и зимнего курортных сезонов. Уважаемые спасатели, важность вашей работы переоценить невозможно. Вы рискуя жизнью, первыми всегда оказывайтесь там, где людям нужна помощь. За время существования Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС было проведено больше 35 тысяч поисковых операций, спасено около 80 тысяч человек. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». А мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 5 марта 1945-го советские войска взяли город Штатгард в западной Фомирании. Это был мощный немецкий пункт обороны. Немцы придавали огромное значение этому городу. Противник спешно перебросил в район Штатгарда свежие части и предпринял ряд яростных контратак. Советские войска их отбили и почти окружили город. В этот день на всех фронтах подбито и уничтожено 33 немецких танка, сбито 57 самолетов. Жестокие бои идут за узлы дорог. Автострада юго-западнее Кёнигсберга служила немцам основной дорогой, которая связывала фланги. Она позволяла противнику быстро перебрасывать группы танков. Наши войска настойчиво пробивались к дороге и в итоге захватили участок в несколько километров. Тем самым нарушили организацию обороны фашистов. А в Софии прошел славянский митинг. В нем приняли участие представители Польши, Чехословакии, Югославии и других стран. Выступая болгарский премьер-министр сказал, Болгария воскресла для свободной жизни благодаря героизму великого русского народа. В этот день, в 1953 году, ушел из жизни Иосиф Сталин. Оценки личности вождя народов и его методов руководства страной противоречивы. Но именно при нем Советский Союз победил в Великой Отечественной войне. 5 марта родился советский поэт Алексей Фатьянов. В самом начале войны, выходя из окружения, он был ранен. После этого некоторое время выступал с ансамблем песни и пляски имени Александрова. Но по ложному доносу попал в штрафной батальон. В составе штрафбата был во второй раз ранен в боях в Венгрии и затем оправдан. Многие из стихов Фатьянова стали знаменитыми песнями. Соловьи, на солнечной поляночке, поет гармонь за Вологдой, шел солдат из далекого края. Также в этот день родился советский поэт и журналист, военный корреспондент Семен Гудзенко. В июле 1941 добровольцем ушел на фронт, получил тяжелое ранение. На фронте стал писать стихи. Первую книгу выпустил в 1944 году. Она называлась «Однополчане». Хрестоматийным стало стихотворение «Мое поколение». Оно было положено на музыку композитором Зубковым и прозвучало в фильме «Цыган» в исполнении Михая Волантира. Наш телеканал продолжает серию репортажей о ветеранах Великой Отечественной войны, живущих в городе Сочи. Сегодня наш рассказ об участнике войны Николая Ивановича Жогове. Сейчас Николаю Жогову 96. Родился он в Воронежской области, а в 1938 году уехал на Камчатку. Там и узнал о том, что началась Великая Отечественная война. В армию ушел в 1942-м. Принимал участие в освобождении Курильских островов от японских захватчиков. Мы рвались на Западный фронт, когда война шла. Но нам сказали, а кто здесь будет японцев бить? Кто? Они же готовились, ведь как Гитлер рассказал, что как-то ого перейдем, дойдем до Урала, тут же Япония выступает. В Японии была миллионная квантунская армия. И 9 августа начали выступать. Остров Шумушу назывался. Первый. Они не ожидали ничего. С другой стороны пологого берега высадились и начали бояться. Кромсать, короче, они. Ну вот и шесть дней там были, они сдались. Демобилизовался Николай Иванович уже после окончания войны в 1947-м. С Камчатки Николай Жогов перебрался в Майкоп. Там окончил техникум бухучета. С 1964 года живет в Сочи. В совхозе России он 30 лет был главным бухгалтером. И после выхода на пенсию не сидел без дела. Много лет руководил Советом ветеранов Адлерского района Сочи. Работал не только с участниками войны, но и молодежью. В Сочи состоялось выездное совещание рабочей группы при краевой антинаркотической комиссии. Обсуждали меры по улучшению наркообстановки в Сочи, а также борьбу с аптечной наркоманией. Для обсуждения этих вопросов в зале собрались сотрудники здравоохранения, правоохранительных органов, специалисты, занимающиеся пресечением незаконного оборота наркотиков. В рамках подготовки к семинару сотрудники антинаркотической комиссии изучили ситуацию на курорте. Мы очень плотно вчера взаимодействовали и с педагогами, и с врачами. Мы посетили много школ, посмотрели систему профилактики, пообщались с специалистами, которые непосредственно работают с ребятами, с молодежью, с подростками. Те, которые проводят информационную работу с родительской общественностью, были и в приемных отделениях, и в реанимационных отделениях, туда, куда привозят наркозависимых. Ну, то есть, есть довольно-таки такая ясная картина. По словам представителей комиссии, число наркозависимых в Сочи снижается, однако есть проблемы с распространением запрещенных препаратов через интернет. Как отметил заместитель главы Сочи Константин Чеботарь, работа по пресечению таких правонарушений будет усилена. Также в рамках всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», сотрудники администрации и волонтеры продолжат закрашивать на стенах и тротуарах надписи, рекламирующие наркотики. А в орнитологическом парке Сочи высадили аллею сирени, установили лавочки и домики для птиц и животных. В парке прошла масштабная экологическая акция, посвященная Международному дню защиты дикой природы. Более 300 волонтеров собрались в орнитологическом парке Сочи. Цель – провести работы по благоустройству и озеленению парка. Поддержку мероприятию оказало Министерство природных ресурсов Краснодарского края. Как отметил замминистра, акция проводится не только для повышения рекреационной привлекательности природного парка, но и с целью тиражирования передового опыта корпоративного волонтерства на юге России. Несомненно, это очень важное мероприятие, потому что данная экологическая акция показывает лучшие традиции и лучшие практики социальной ответственности бизнеса по отношению к охране окружающей среды. Министерство активно сотрудничает с рядом волонтерской организацией. Сегодня мы видим пример добрых традиций долговременного сотрудничества в области реализации экологических проектов. Естественно, министерство всегда радо тем инициативам, которые проявляются на благо сохранения природных богатств нашего края. Волонтеры в Орнитопарке высадили аллею сирени и рощу деревьев редкого вида – гинго двулопастный. Дерево посадил и замминистра природных ресурсов региона вместе с директором парка. Волонтеры обновили и установили в парке несколько десятков лавок. Провели санитарную обрезку кустарников, собрали около полусотни домиков для птиц и животных – обитателей природного парка. Орнитологический парк в Амеретинской низменности является подведомственным учреждением Минприроды края. Решением губернатора парк получил статус особо охраняемой природной территории. Здесь обитают редкие виды растений, птиц и животных. Одна из главных задач природного парка – сохранение биологического и ландшафтного разнообразия природы Краснодарского края. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радис» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Новосибирск Новосибирск Новосибирск